Я очень люблю когда дома вкусно пахнет утром, когда за столом вся семья и мы наслаждаемся без пешки этими моментами. Вкусный чай, прекрасные хрустящие круассаны, воздушный омлет. Я думаю, что утро должно быть магическим, оно должно создавать атмосферу и ритм сего дня. Поэтому проводите утро с семьей, с улыбкой, особенно в выходные дни. Позвольте себе такое наслаждение. Всем здравствуйте! Вы на канале Светлана Франция. Франция с душой, эстетика и этикет повседневной жизни. Спасибо вам за то, что поддержали эту рубрику. Я думаю, что нам найдется о чем поговорить. Это не будет завышенный этикет, напыщенный этикет. Это просто этикет повседневной жизни. То, чему можно научиться и то, чем можно насладиться. Всем спасибо за поддержку канала, за то, что подписываетесь и ждете мои влоги. А сегодня новое видео. Давайте сейчас я вам расскажу немножко о моем уходе. Чуть-чуть позвольте мне рекламы. Недавно мне пришел массажер, нефритовый китайский роллер, жад роллер. Сейчас эти роллеры, массажеры набирают популярность. И вы знаете, у меня уже был один экземпляр. Тот, кто смотрит мои влоги, то скорее всего видел, что я покупала на китайском сайте. Но вы знаете, здесь мне предложили настоящий, аутентичный. И я согласилась. Не скажу, что я такой сторонник и делаю массаж каждый день лица, но иногда мне этого хочется. И думаю, что результат будет виден, когда будет постоянное действие, когда мы постоянно, постоянно, систематически будем делать массаж. Очень красивая упаковка, качественная. Это нефрит и он холодный при прикосновении. Красивый дизайн. И я обязательно научусь правильно делать массаж. И расскажу вам о моих, о своих результатах. Напишите, у кого есть этот роллер. Он и вот такой гаджет, который также разгоняет лимфу. Увеличивает кровообращение, улучшает кровообращение, снимает отеки. Будем учиться вместе. Женщина должна любить себя, ухаживать за собой. И самое главное, чтобы ей это нравилось. Чтобы ее это не напрягало. Так что, мои хорошие, посмотрите вот сравнение. Один китайский, более тонкий и совсем недорогой. Второй же, достаточно дорогой. Я оставлю ссылку в инфобоксе. И есть различия. В то время, как Саша принимает ванну, мой сынок, я как раз делаю массаж лица. Нужно урвать несколько минут. А затем, мне нужно поехать за моими покупками. За покупками в мой магазин винтажный. И для меня это всегда кайф, радость, удовольствие, если хотите. Недалеко от нас есть много замков, как Версаль и другие замки. И там, возле замков, есть комиссионные магазинчики. Где можно найти самые настоящие сокровища. Сокровища. Вот именно там я и делаю розыск. Поиск. Я ищу мои красивые винтажные и ретро аксессуары. Кто еще не знает, у меня есть бутик. Винтаж и ретро бай Светлана. Заглядывайте. Ссылка всегда в инфобоксе. Если не сможете зайти по ссылке, перейти, то напишите. Я обязательно расскажу вам. И мы пообщаемся. Красивые вещи с душой. С традициями. Вещи, которые рассказывают вам о Франции. Недорогие аксессуары и подороже. Все зависит откуда и из чего. Я всегда рада вашей компании. Напишите. Мне очень хочется знать, есть ли у вас аксессуар, украшение, которое осталось от вашей бабушки или мамы, прабабушки. И вы его очень любите. Вы передаете его по наследству или передадите. Мне будет интересно узнать это. А я люблю свои украшения. Каждая из них так, как бы выбирала эти украшения для себя. Они несут позитивную энергетику. И доставят вам удовольствие и воспоминания о Франции о моем канале о Светлана Франции. Так что заглядывайте в мой магазинчик. А это мой волшебный ларец. Именно там я храню украшения. Сама шкатулочка уже божественно красива, эстетична и напоминает мне детство бабушки моего мужа. Именно такая шкатулка была у нее на фотографиях. Я когда-нибудь вам покажу эти фотографии. Посмотрите, какие красивые клипсы. Они напоминают королев, балы, важных персон. Ну, я понимаю, что в современном гардеробе внедрить такие украшения не так-то просто. Но думаю, что каждая мастерица, каждая любительница красиво одеваться и выглядеть стильно и модно, пусть это и тренды из прошлого, найдет свою модель. Спасибо вам за поддержку. И все вопросы задавайте в инфобоксе. Давайте пообщаемся и, возможно, вы приобретете себе кусочек Франции. Франции с душой. Я прекрасно понимаю, что о вкусах не спорят. Так же, как и не спорят об эстетике и этикете. 21 век – это век технологий. Век, когда время бежит и когда все упрощается. Здесь уже не до того, чтобы соблюдать этикет или внедряться в какие-то, как бы вам сказать, детали, этикета, тратить время. Но мне это нравится, мне это по душе. И спасибо всем, кто со мной. Здесь я показываю вам мой наряд. Мы отправляемся в Париж. Поедем к друзьям. Они пригласили нас на галет. Это такой пирог из слоеного теста с марципаном и фигуринкой внутри. Я думаю, что многие уже, те, кто смотрит мой канал несколько лет, знают такую традицию во Франции. И от других блогеров, конечно же. Поэтому нас пригласили, а мы всегда рады пообщаться с друзьями и увидеть Париж. Тем более, Саша мечтает увидеть Эфелеву башню. Эфелеву башню в вечернее время. Париж. Это Париж. Он прекрасен. Как кто бы что ни говорил. Я обожаю этот город. Я могу гулять по нему часами. Я могу смотреть на эти прекрасные здания просто бесконечно. Мне нравится его атмосфера. Его загадочная серость. И мне нравится его мистический воздух. Вот именно такой, где, который ты не встретишь нигде. Конечно, это только мои ощущения. Это только мой взгляд. Это моя эстетика этого города. Но я думаю, что многие влюбляются в Париж. Невозможно не любить этот город. Конечно же, в нем не все так прекрасно, чудесно, идеально. Но самое главное, что вы можете стать парижанкой, даже если вы не родились в Париже. Вы просто можете взять кусочек Парижа и поместить в ваше сердце, вашу душу. Маленькие кафе, улочки. И самое главное, французские парижские здания. Мы всегда ходим в гости не с пустыми руками. Я не люблю с пустыми руками цветы, шампанское, конфеты. Это мой личный этикет. И куда бы мы ни пошли, мы всегда несем с собой цветы или что-то вкусненькое. Даже если это не день рождения. А в Париже такие прекрасные подъезды. У них свой шарм. Посмотрите. Вы попадаете в кино. Напротив живет консьержка. А здесь дверь, где вы можете найти квартирку ее сына, который ухаживает за домом, выносит мусорки, вывозит. То есть все, что не так красиво, но очень-очень нужно для нашей повседневной жизни. Саша встретил своих друзей. И мы поднимаемся по этой парижской лестнице, которая поскрипывает под ногами. Да, не просто жить без лифта. Ну, это парижские квартиры. В них есть другие привилегии. Высокие потолки, лепнина. Здесь уже каждый выбирает сам за себя. Наслаждение видеть эти потолки, декор парижских квартир. Не знаю, как вам, а я очень люблю. Но самое главное, это провести время с теми людьми, которых вы выбрали и которые вас выбрали для дружбы. Дружба часто идет с детства. Это друг моего мужа. Вы не раз его уже видели в моих видео. Они учились вместе. Их родители дружат до сих пор. И именно к ним мы всегда наведываемся в Париж. Выпить по бокальчику шампанского. Мой муж любит играть с Франсуа, так зовут этого мужчину, в гольф. И просто пообсуждать. Французы очень любят разговаривать. Для них еда, а вот и сам галет. Это прием пищи, это в первую очередь общение. Ведь запоминаются не только блюда. Запоминаются люди. И разговор тот, что ведется во время вкушения пищи. Так я скажу, немножко напущено. Во время приема пищи. Во время праздника. Это самое главное. Общение, смех детей, радость. Нужно ли иметь много друзей? На этот вопрос я уже снимала видео. Для меня нет. Самое главное иметь тех, с которыми тебе интересно. Тех, у которых такие же взгляды на жизнь. И те, с которыми можно разделить такие приятные моменты, как сегодня. Ну все, каникулы закончились. Завтра у нас будни. Школа и работа. Поэтому нужно отправляться домой. Вечерний Париж так же прекрасен, как и днем. Но это еще более особый шарм. Кафе. Посмотрите, как это красиво и романтично. И парижане любят вечером посидеть и выпить по стаканчику. И, конечно же, пробки. Сейчас в Париже, к сожалению, забастовки. Поэтому пробки это, к сожалению, минус. Но все же мы решились и поехали на Елисейские поля. Нужно было посмотреть, как же они сверкают. Как сверкает Эйфелева башня. Новый год без этого не Новый год. Парижане, они особенные. Они не комплексуют. Им нужны велосипеды, им нужны самокаты. Им нужны витрины. И Париж живет. Такое ощущение, что он живет с утра до вечера. Шум, гам, движения. И масса-масса туристов. Это и есть Париж. В этом году колесо обозрения находится в Жарден де Тулерии. То есть это сад Тулерии. Оно не стоит на Елисейских полях. Там организовали праздник. Но я люблю Елисейские поля. Я люблю мои кварталы, в которых я чувствую себя комфортно. Те, которые приносят мне удовольствие прогулки, визуальное удовольствие. Поэтому каждый выбирает за себя. А вот вам и Елисейские поля. В этом году их одеяние Кутюрье сделал им красно-бордовое одеяние. Как вот это Феррари. Они хорошо сочетаются вместе. Триумфальная арка. Пообещали Саше, что поднимемся на триумфальную арку, как только... Удастся. Как только будет несколько минут и как только закончатся забастовки. Спасибо вам, что посмотрели это видео до конца. Я хочу вас оставить несколько минут насладиться просто вечерним Парижем. Вспомнить, если вы здесь были. Возможно, эти воспоминания доставят вам удовольствие. Всех благодарю. Всех еще раз с Новым Годом и наступающим Рождеством. Пусть этот год будет для вас самым лучшим. Тем, который принесет вам счастье, гармонию и здоровье. До новых встреч. Ваша Светлана Франция. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok